Ну что ж, снова всем привет, я Техномакс. Это тотальный, аккуратный, самый в мире боевой симулятор ТАПС. Собственно, вышло самое пиратское обновление с обновлением пираты с новой компанией и с новыми юнитами новой фракции. Также добавили 4 секретных юнита, 2 из которых я уже нашел. И сейчас я вам их покажу. Так, это у нас Сэндбокс, это у нас Трайбл Сэндбокс, это так. Короче, секретные юниты. Тут есть алтарь на карте Трайбл Сэндбокс и вот тут лежал череп. Тут лежал череп Раптора. Это был первый секретный юнит. Сейчас покажу, где найти второго. Тут есть вот, где березы нарублены. Вон там костер горит в пещере и тут такие березы загнутые, как в Чернобыле. Вот если сюда залететь, тут на полу лежал еще один череп Раптора, на нем лежал человеческий череп. Это был второй секретный юнит. Секретные юниты, вот он первый, Раптор. Допустим, вот так поставить. Они вот дохлые и бесполезные чуть более, чем полностью. Они просто угарные. Скачут так, как будто, блин, валерьянки налезались. Я, правда, не знаю, лежат ли они валерьянку, Рапторы, но вот эти спокойно, а у этих, кажется, вообще все хорошо. Они, наверное, обновлению очень рады. Давайте посмотрим. Ну, я же говорю, они шотные. Просто раз-раз и все, и падают. Моментально. Танцую свои брейк-дансы. Но, если поставить, например, вот так и... Кого против них поставить-то? Давайте из предыдущего обновления Ренессанс поставим... Ну, Рыцарей, например, да? Вообще, шансов никаких у Рапторов нет. Все, они разбрейк-дансили вообще полностью. Это очень-очень-очень дешевый юнит за 200. Поставил Рыцарей. Они хватают и уносят. Вот, он его схватил за одно место и потащил. Вот в этом и заключается тактика Рапторов. Брать и уносить. Но они победили, да. Они смогли всех унести. Это такой юнит. Есть еще... Чуть-чуть получше. Это Рапторный наездник. Это вот в пещере, который был. Так, как они там выглядят? Я их еще не смотрел. А, ну, да. Такие древние люди с древними копьями, щитами на древних Рапторах. Короче, наездник и на Рапторах. Хорошо, они стоят у нас по 480. Ну, предположим, Рыцари пускай будут. Вот как-то так. А, Рыцари они унести не могут. Но могут затоптать. А, пацанам хорошо, они в обнимочку такие. Раз. Семейная фотография. Да, Рыцари слишком тяжело, чтобы их уносить. Утаскивать. Хорошо, с этим разобрались. Теперь давайте посмотрим компанию пираты. Так, понятно. Ага. Прикольная карта. Да, это прикольная карта. Да. Фрегата, по-моему, или как они там эти корабли правильно называются. Опа. Пираты с пистолями, да? Какие модные в банданах у них. Причесованы такие, крутые. Забавно. Интересно, что они делают? Кстати, тут случайно совершенно нету секретов. Может, какие-то секреты имеются? А, нормально, курица на бочке сидит. Якорь. А то, может быть, тут какой-нибудь, не знаю, секретный юнит краб может быть есть. От этой игры можно чего угодно ожидать. А, о, какая-то бомба. Ёпта. Бомба на палочке, да. Да. Деревянная курица. Ну, в принципе, это даже не секрет. Это было довольно несложно найти. Пиратские сокровища. Ну, так. Слишком громкий был музон. Тут он почему-то прям топит вообще сильно. Пиратские сокровища в сундуках. Ну, как будто бы классика, типично все, ничего необычного. Ну, это такие, это старомодные пираты. Сейчас у пиратов, у современных, все не так должно быть. Во-первых, должен быть не фрегат. Должен быть подвал. У них должны быть в руках не пистолеты, а клавиатуры с мышками. А в сундуках они должны хранить, короче, не сокровища, а взломанные игры. А еще вместо бочек должны стоять, короче, серваки, которые торренты раздают. Вот это будут настоящие пираты. Так, а что здесь есть? Есть тут вообще что-нибудь еще? Вот такая приятная вода, пока она не замыленная. Ну, ладно, давайте глянем, чего тут у нас. О том. Ух ты, блин, тут какой-нибудь ктулхо живет, наверное, я туда полез. О! Пушка. Действительно. Да, это орудийная пушка. Бомбовая пушка, если уж правильнее. Ну, вообще-то тут как бы есть еще что прятать. Ну, компас есть, я не знаю. Тут дофига еще чего есть. Хорошо. А тут, а тут еще, блин, тоже сокровища заныкано. Вообще, как этот корабль сюда занесло? Это шторм, наверное, был. Ну, хорошо, дается нам 1700. 1700 против вот этих ребят. Что с ними делать-то? А, у меня пираты тоже доступны? Сразу же. Давайте мушкетерами их попробуем завалить. Ага, все, кончилось. Балун арчера одного поставить. О, пускай сами к нам идут. Ох, знатная перестрелка сейчас будет. Свистать всех наверх, бля. Не, по-моему, пацаны не вывезут. Их слишком много, этих пиратов. И ребята из винтовок медно стреляют. Он просто подошел, ему в дычу дал такой. И, типа, да что ты тут выдерживаешься, а, блин, с винтовкой, бля. Мы пираты, ёпта. Нас много. Ладно. Хорошо. Давайте других возьмем кого-нибудь. Я не знаю, кто их может перестрелять в принципе. Только секретные юниты. А секретные юниты у нас, которые могут перестрелять. Или нет. Погодите-ка. Ну-ка, династия. А, фейерверщики. Хвача. Блин, я всегда решал эти проблемы баллистой. Просто в тупую баллиста ставится. Стоп. Ее надо так поставить, чтобы она не укатывалась. И, например, поставить кого-нибудь. Так, щитовики за сотню. Рыцарь. Катапульта за тысячу. Нет. Блин. Давайте змеиных лучников поставим просто вот так. А, их всего два, да? Ёлкин дрон. Кого же еще поставить-то? А, ну, фейерверщика еще можно влепить. Но, мне кажется, не вывезут. Хотя, пока пацаны будут стрелять по змеям, может, змеиных лучников поналепить? С праздником! Что они там, змею одну, что ли, пинают ногами? О! По курсу земля. Уже один нашел. Короче, да, они пока там пытаются пинать ногами змей. Тут их пытаются расстреливать. Во всю. Не, а змей против них неплохой вариант. И, кстати, куда они пистолеты сведели? О, еще один отправился в космос. Покорять далекие земли. Хе-хе-хе, дерутся еще к козлу. Ну, правильно, пираты это такие грубияны вообще. Они просто вот... Рома наклюкаются и идут драться. Ох ты, ёп! Вот это унесло знатно, ребят. Э, 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 ты что моего хозяина обижаешь? Змея там такая. Ну-ка, иди сюда. Да, чувство этого. Ручная змея, которая... О, за задницу его укусила, правильно. Так, глаза еще такие у змей. Прикольно. Хорошо. Ого. Что у вас так много-то? И почему у меня такая маленькая территория? Когда-то они территорию так отжать успели у меня. Три тысячи дается, кстати. Прилично, я бы сказал. Три тысячи. Что за три тысячи мы можем поставить? Блин, а тут реально только на корабле. Нам просто ограничили пространство для маневра. А это кто такие вообще, кстати? Я что-то так не посмотрю. Вот это... Вот это да. Нормально, блин. Ребята просто первое место на конкурсе костюмов возьмут. В бочке вырядились такие. Это что за версия трансформеров такая? Упора-то. Нормально. Но они с этими, с винтовками. Мне что, их опять, что ли, змеиными лучниками делать? Фейерверщика. Хорошо. Просто попробую пачку фейерверщиков. Стоп. Поставлю их вот так. И у меня еще 120 есть. Блин, на самурай не хватило. О. Вот так. И хаффлинг за 50. Нужно использовать все средства. Но, по-моему, мне не поможет эти... Лучниками их валить. Фейерверщиками. Потому что пацанов-то не сносит никуда. Напирают прям, вообще напирают. Хотя... Хотя нет. Мне кажется, шансов нет их слишком дофига. Да. Задавили толпой. Э! Стоять. Я хотел нажать очистить. А чем их убить-то, блин? Вороньем? А что воронье-то сделают? Оно особо ничего не сделает. Кстати. Костяные маги. Точно. Они же будут по сходням забираться. А ну-ка. Мне кажется, не вывезут. кажется одного ворона уже пристрелили и второго пристрелили так я понял воронё здесь не кана это слово совсем костяные маги тогда вот так в ноль прям выставил костяных магов ну костяные маги да они против бронированных целей неплохие такие ребята но и сейчас по-моему переставляю просто еще о да это все и муж от по рогам настучат просто и готов они за заряд дроби в задницу получил тоже вариант чем еще побежать костяных магов за рядом дроби блин а как их вывести это ренессанс кто у нас есть в ренессансе такой кстати реально наездников поставить пускай них растопчут нафиг пацаны так так то в общем-то крепкие должны быть правда они что-то это лошади у них не очень крепкая до лошади у них прямо скажем совсем долбанутая на всю башку да блин разверни то глобли свои куда ты скачешь ой лошадь дурная вообще чё не то какой красавчик смотри насквозь просто насквозь его проткнул блин броня у вас не броня вот у него броня хорошо а я конечно знал что здесь есть теперь вот такая зона за твои войска могут располагаться только внутри а кто это это дяди с пулеметами или с чем это у них какие-то ручные пушки еще и сабли прикручены вместо штык ножа это капитан флинт или кто это бородатый такой ладно куча бородачей вокруг а на танк да винчи не хватает вот было бы красиво поставить центр чтобы он просто всех закрутил нахрен а что ж тогда поставить ниндзи поставить или фейерверщиков поставить пускай них всех вот так вот нафиг обстреляют просто по кругу их сейчас пускай воздух поднимут и обстреляют 120 у меня осталось и можно взять одного копейщика будете защищать а это гарпун щеки забавно они цепляют на гарпун и подтягивают и бьют короче но из-за фейерверков они короче притягивают к себе и летают вместе с этими ребятами ну смотри-ка расселся на тебя в борьбе нормально так пушкой шубану еще и с ноги ему все к не часть это тэквондиста ну ты вообще даешь понятно это гарпун щека а я думал это пушки у них такие это пушки только они гарпун на рыбаки понимаешь что же с вами сделать то а давайте все дружно отправимся в полет я их короче на шариках сейчас подниму они меня за гарпунят им все вместе полетим искать другой остров не канает так фокус не удался их трудно очень поднять очень тяжелые ребята берсерки викингов вот этих и в ближнем бою наверное разломают сейчас все мы знаем что викинги это были очень суровые беспощадные такие воина тем более они четко прыгают уклоняются короче от этих от гарпунов это вообще шустрые резкие парни лопа и все просто взял за ноги ноги ему сломала сам при этом калинку отплясывают я же говорю красавцы ребят этот радостный уже летит типа мы победили для этого только добил от уже радостный а ничего себе опять сместили границу где 800 а если валькирии я как бы в курсе что валик порезали и допустим о башка вид их парней поставить сюда троих они в башка вид и чуть придут ох все взрывается жестко прав жесть они часами себя что любопыт вверх ногами валькирии летают очень офигеть вот такой летаешь и спишь одновременно победа ну какая злая аж крыло и из груди выросла из спины одно прикольно а вот с пушками а там новый персонаж да а это собственно капитан но это не просто капитан это это главный капитан у него целых два попугая нормально это вот есть мэму вот эти когда на плакала навязала там намолила а этот награбил короче на целых двух попугаев на синего и на красного это первый плеер короче второй плеер два попугая они по очереди играют за этого капитана он тут далеко не главный короче это это марионетка вот этих попугаев матрасня а понятно это короче это казенник пушка это задняя часть пушка я думал что туда вставил да а бомбермены которые гранатами кдаются так понятно расклад сил ясен райвал капитан некий капитан райвал я не помню как райвал переводится кого против него поставить опять берсерками чтобы разломали их целых пять тысяч есть нет не сюда вот сюда я сейчас поставлю а ну-ка с толпой берсерков справитесь нет опа набросили сразу и даваем по щам миссии какая пушка блин сломайся там исчезни вообще вот и все это значит что напоминает это вот синий это диджей короче а красный за те кто на диско че танцуют реально тузня хорошо а теперь сюда границы сместилась то есть я отвоевал территорию ладно граница корабля борзу шип или борт корабля кто там стоит те же самые все о чувак вспомнил детство на пушке решил покататься и судя по всему ему там очень хорошо особенно с этого ракурса ему так хорошо прям аж ноги дергаются это просто как на старт внимание марш стал просто на стартовую линию и когда вот этот короче выстрелит а вот этот побежит а этот руки поломал а нет он их не поломал криворукий просто он ни в кого не попадет потому что он криворукий на всю голову ну и капитан как всегда это заместитель капитанов как они там называются то блин как я там называю что я забыл старший помощник типа ну чё опять их разместить берсеркой берсерка здесь вообще вещи творят может кому-то другим попробовать зевса а давайте зевсами попробуем почему нет у меня еще есть одна сариса есть вот так поставлю ну-ка вот этот зевс пошел на абордаж но не дошел что-то зевсы какие-то короче это нет тут по моему кино не будет как кусок мяса просто тащат что-то ему там что проверту ханилу и зевса размотала по палубе нет зевсиный вариант они слишком слабеньким минотавры попробовать устроить такую свару когда матросы с быками там это месиво все 50 за 50 есть хаффлинг еще в пацан вообще не знают куда попал говорит зачем без на поставили я маленький бесполезный о быки сейчас тут на делаю делов возможно вот часто то в харю с пистолета получит нормально да быки уже закончили ну и чё чё быков завалили даже из такого крайне неловкого положения капитан умудрился саблей прописать какой хороший капитан теперь понятно откуда у него два попугая заслужил это как погоны чем больше попугаев на шляпе тем круче капитан блин но берсерки остаются как обычно у викингов самые отбитые на голову чуваки просто вот с такой толпой берсерков даже наверно пираты не справятся а найти вам еще вот таких вот ребят башковитых как показывает практика если башковиты есть то значит что будет нормально понеслась пьяное месиво на корабле все тут тут просто все они уже бегут на него уже руки протянул говорит хватай попугаев да быстро ребята разобрались как-то даже неожиданно опять по кругу до круговая оборона 6 500 берсерки берсерки просто делают вещи чё еще вот так кнопка выкл прикол берсерков то что они очень быстро входят в ближний бой в них не так просто попасть все просто все на раз-два просто ушатали он берсерок споткнулся и все равно успел ему зарядить по яйцам и судя по всему ему очень больно ваш пушку выронил эти уже идут там а этот опять победу празднуют радостный всегда он всегда празднуют победу это черлидер местных а а мне еще дали четверых пиратов короче в бочках не ну берсерк это вообще легко муж кем-то другим попробовать танк да винчи ну-ка может он прокрутиться их там как-то это нет 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 кого бы еще поставить а ниндзи можно поставить у кого так попробовать чисто чё там да винчи раскрутит их всех не раскрутит нет не раскрутит это статичные ребята они стоят на месте поэтому они очень легко получают берсерки берсерки приходят на помощь вы думали супермен или бэтмен на помощь приходит не когда трудно приходит на помощь берсерка эти могут о подскочили давай вчетвером одного месить правильная тактика ты своему-то не бей по шлему-то ой бля точно точно это тоже дискач но какой-то такой это повернутый в сторону немного там диджей тоже на заднем фоне капитан капитаны пять тысяч что-то денег так много дают прям вообще давайте валькирии попробуем не настолько много я хочу чтобы было поровну примерно интересно вальки их размотаю их конечно ослабили но они все еще сильны куда вы пушку потащили вам она не нужна бобу бута пить их нафиг топите их да не это все его уже по постригли побрили сняли бандану вот именно а даже такой маленький кружок а то есть теперь что защита королевы а почему королевы бобёха появилась королева пиратов одноглазая правда увешанная гранатами с огромными тесаками слышь тетка тебе на кухне орудовать с такими ножами ты куда в пират это полезно понятно а я думаю причем королева у них же вроде бы пират главный был мужик с попугаями а однако даже не он главный это капитаны только капитаны корабля она вообще всеми заправляет видимо что показательно казнить их берсерками опять ну потому что ну потому что блин смысл изобретать велосипед если работает и вот эта телега интересно королева пиратов очень сильная ну такая баба не маленькая ооооо брейкдансы танцует вообще на ура что то сдается мне хана моим берсеркам ну fences да действительно хана ооо ребята классно выглядят ple даже вышагивает блин сложно сложно так очистить костяные маги давайте поставим вот так это вообще напоминает какой-то компас если честно построение компас наверное есть такой я не знаю но что-то вот похоже костяные маги и в помощь вам ну давайте мамонта а 2 230 одного мага уберем поставим одного мамонта просто пускай затопчет тут все вообще щитовиков еще но тут происходит жопа потом мамонта склеили всего ёпта теперь понятно откуда изобрели вертолет теперь я понял откуда вертолет изобрели кто-то посмотрел на королеву пиратов наверное да винчи увидела и говорит вот теперь мы знаем как можно летать нужно просто крутиться вокруг своей оси блин я не знаю их лошадями затоптать вряд ли я попробую конечно а все 0 поехали поскакали ну вот эти чё-то какие-то дохлые я все это сейчас коней на колбасу просто не просто кони пошли на колбасу тут вообще не вариант а у нас еще были получается конники еще были в меди подождите а если а если баллистами их навернуть баллисту если поставить куда-то сюда и еще вот сюда еще вот сюда бомба на палочке что они делают интересно надо будет потом посмотреть чирлидеры чирлидеры и например я не знаю щитовики там блин мне что-то чувствую не поможет а они укатываются блин эти баллисты тупые все из одной уже сделали конструктор собери сам из второй все нет не канает расклад блин что с ними делать-то берсерки не справились корабль на них скинуть так они не дойдут чтобы скинуть король обезьян мне кажется он их не разместит хочу поставить ну-ка блин тут уклон поменьше вот сюда поставить хочу вообще одну и вторую и третью ухты фейерверщика а если так один самурай пускай их направляет ведет ну как бы что-то вариант такой себе тоже сейчас до них дойдут и просто намотают на вот эти вот полоски нихрена си из королевы ёжика сделали резко смотрите-ка хватит затащили королева только подошла и там напихали уже полную спину тут всем напихали да да вот именно так а small tribe то есть я теперь должен типа играть пиратами до королева пиратов капитан пушка гарпунер кидальщик бомб это короче винтовочник и пистолетчик что делают вот эти бомбы на палочке давайте посмотрим что они делают бомбы на палочке деньги у меня как будто бы есть они просто бьют по черепу и поэтому палочка становится взрывной да действительно они еще и камикадзе поможет короче это какие-то камикадзе они бьют палкой по лбу на конце которого бомба взрываются все и они противники бред какой-то не зачем пушки кидальщики бомб кстати вообще халява дальний бой против ближнего у тех камни у меня бомбы а вот может быть и не халява кстати у них то камни сразу бьют а у меня бомба пока взорвался не пасана мне сдобровать да вот вот именно это сейчас не сделают да вот это сейчас и сделают когда догонят не канат капитан 1500 королева пиратов где 500 одну королеву запустить чтобы она веселухи наделала и одного гарпунера чтобы кого-нибудь притащил сразу блин вот она прыгает офигеть вообще-то эквандистом да нет как пешком до луны жесть какая творится вы чё камнями кидаете борзели что-ли она еще и бомбы раскидывает победа вообще-то это у нее штаны если вдруг вы не поняли это она в штанах блин вот это кадр вот это кадр знатный вообще такая игра в которой блин каждый кадр что не кадр то превьюшка она был аналор аназер смотри еще одна маленькая племя еще одна еще одна королева и за двести два пистолетчика я пасанов сразу положили и по моему счастье тоже хана офигеть вот она выдает какой-то прям комбо фаталити бруталити не помогло копейщиков было слишком много кого бы поставить тогда фейерверщиков ну-ка а полетели чуваки ну нет не поможет все замесили фейерверщиков опять что ли помощью берсерков воспользоваться да когда наступает трудное время включается прожектор и там вот это вот морда берсерка высвечивается и приходит берсерки и спасают мир давайте спасайте чуваки ну я же говорю приходят берсерки всех затаскивают ну чо братишка затащили затащили чувак или таки да ладно я уже победу праздную ну чтог defend the bridge защитите мост ну как бы за 2 200 мост защищать это у нас конечно защита мостов это пожалуй костяным магом это самый лучший защитник мостов опа и все испаили их пожалуй нет блин придется опять берсерков звать а там много еще уровней кстати у ну да тут еще уровня хватает ладно давайте наверное на этом закончим это было обновление пираты половину я показал половину видимо в следующий раз потому что уровня еще хватает а с вами был техном что был самый предельно аккуратный самый во вселенной симулятор бит всем до новых встреч пока